Пока что онмьютнуть свои микрофоны, пока мы начнём знакомство. Мне желательно узнать примерно, чем вы занимаетесь, студент или школьник, либо работаете, и начнём нашу презентацию. Так, мне нужно заширить экран первым делом. Так, ну, this one, this one. Прошу прощения. Так, всем видно? Я сейчас вас не вижу, поэтому подайте мне голос. Okay, fine. Всё видно, окей. Так, доброе утро всем. Меня зовут Назеркека Эли Долта. И сегодня я рассказываю о том, как мне помогли советы. Какие девять советов, наверное, я считаю очень важными при подготовке к техническому интервью. Если я не ошибаюсь, вам уже рассказывали про то, как подавать, как готовить CV и все вот эти этапы до технического интервью. Поэтому вся презентация будет именно нацелена на только техническое интервью. Так, прежде чем мы начнём, я расскажу немного о себе. Меня зовут Назеркека Эли Долта. Я училась на интервью в университете и закончила computer science, бакалавр. И за бакалавр я опубликовала четыре научных статьи. Также участвовала в многих программах, о которых я вам коротко расскажу, чтобы в конце, когда останутся вопросы, если у вас будут вопросы, чтобы вы узнали о новых программах и могли что-то взять для себя. Так вот. Все программы, которые я расскажу, они all expenses paid programs. Это значит, вам оплачивают полностью от перелётов визы до проживания и карманных денег. И начнём. Так, я была региональным амбассадором Technovation Challenge. Это более такая волонтёрская моя часть работы была, когда я была студентом. Первая программа, на которую я пришла, это Google Code You в Лондоне в 2016 году. На самом деле, я на... Эта программа, на неё не подаёте. На неё вас... Это invite on the program, значит, то, что Google сам приглашает людей, которые считают, как бы... Они сами приглашают людей. Я лично попала туда, как... Меня пригласили на интервью, на STEP program. Это для первых-вторых курсов internship. И так как уже было очень поздно, это было в феврале, хотя в феврале уже заявки закрываются, я всё же прошла интервью, но уже было поздно. И дальше меня пригласили на Code You. Поэтому, если, ребята, вы считаете, что это где-то поздно или где-то вы не прошли, в любом случае у Google или у других больших компаний есть какие-то программы, про которые они, например, где-то не писали, но обязательно вас пригласят, если посчитают, что вам это очень сильно поможет. Так, следующее. И это контесты. Так, я не такие... Я хотела поспрашивать примерно, чем вы занимаетесь. Это вот для контестов. Рассказывать вам это или нет. Но я, наверное, расскажу вкратце. А потом, если у вас будут вопросы, то, конечно, в конце разберём эти олимпиады. Я занималась олимпиадами со школой, хотя начала поздно, если сравнивать меня с теми, кто тоже начинал в школе, потому что все примерно начинали где-то в седьмом классе. Я начала в десятом. Но продолжила это в университете. Была полуфиналистом ACMA, ACPC, а также очень много платформ для олимпиад, которые проводят какие-то олимпиады именно от компаний. И вот на одну из них я была шестой в скорборде в контесте от Booking, Women in Tag Contest. И по итогу чего они пригласили меня в свой хэдквартер в Амстердаме на хагатон. Поэтому старайтесь участвовать во всех таких олимпиадах, если это вам интересно, конечно. Потому что олимпиады — это не для всех, я считаю. Это немного такой более time-consuming способ попасть в программирование, наверное. Ну или попасться на глаза этим компаниям. Так, дальше. Конференции. Здесь три конференции по научным работам и одна конференция для Women in Tag. Она самая крупная в мире. Каждый год, по-моему, увеличивается количество участников. В этом году это было виртуально, я не участвовала. А в прошлом году там было 25 тысяч человек. Я участвовала в прошлом году и также в 2017 году, как «Анита Борг Сколор». В 2017 году было 18 тысяч человек, и я впервые в жизни увидела столько людей. Ну там не только девушки, просто туда принимают всех людей, которые поддерживают именно девушек. «Анита Борг» — это организация, которая организовывает эту конференцию, и их «Сколорщип», он не единственный, так как Facebook, Google, также университеты и другие там, Google, Hatsacks, ну, многие компании, они предоставляют эти «Сколорщипs», но «Анита Борг Сколорщип» считается одним из таких, так как они организаторы, они очень, наверное, получают больше всего заявок, и получить именно этот «Сколорщип» намного сложнее, наверное, чем другие. Я так думаю, потому что именно «Сколоров» от «Анита Борг» обычно в них очень сильно заинтересованы компании. То есть, когда вы получаете этот «Сколорщип», заранее, до того, как вы приедете, многие компании будут, они запрашивают вот эти базу данных именно ребят, которые прошли через «Анита Борг», и им предлагают заранее проходить интервью или подавать там CV-скрининг, да, проходить этот «Анита Борг», потому что по приезду уже на конференцию вы можете прямо на месте пройти интервью и получить уже даже «Джоб-офер». Раньше у них там была «Джоб-фэйр» и интервью «Холл», да, весь «Холл», там, где все компании проводили свои интервью, и «Джоб-фэйр», там, где все эти компании как бы хантили всех этих людей именно с этой конференции. Поэтому, мне кажется, если, особенно на последние годы университета это очень классная, классная opportunity, да, возможность, потому что больше возможностей, да, и не только университеты, там еще есть, ой, не только компании, есть также университеты, вы можете сразу же поговорить там насчет PhD или Masters, или тоже там получить какие-то scoreships на определенные программы, которые вы хотите. И многие университеты, кстати, дают очень щедрые скидки, даже если вы, ну, по дефолту вам дают какие-то большие скидки. Если вы уже заинтересованы в этом университете, вы можете уже с ней лично поговорить насчет вашего личного кейса. И они, ну, есть люди, которым полностью там оплачивали очень крутые, ну, типа, карнеги-мейл, там, кстати, университеты полностью давали там стопроцентные скидки на Masters, например. Вот, поэтому нужно, у вас есть просто доступ сразу напрямую к людям, которые, напрямую доступ к компаниям и университетам, куда вы захотите поддать. Вот, и следующие три конференции, это конференции по научным работам, в студенчестве я занималась научными работами, так как называю университет это Research Oriented University, и если вы хотите заниматься ресерчем, я советую те, которые еще учатся в школе, подавать именно на Research Oriented University, ну, подать именно на университеты, которые заинтересованы в том, чтобы их студенты делали ресерч. Да, и... Так, мой проект был про роботесурдопереводчик, я не буду рассказывать про проект, скажу о том, что если университет ориентирован на Research, то ваша задача попасть на какие-нибудь такие конференции, желательно, конечно, для вас на очень крутые, но если вы попадете там по рейдингам на очень классный, все равно университет, так как вы будете выступать за... ну, вы выступаете за свой университет, поэтому многие... ну, по крайней мере, на заправе университет дает хорошее сконсирование таким студентам. Вот. Если будут вопросы про эти конференции, то можем после презентации на Q&A разобрать. И так, и сейчас я работаю в Google софтроинженером, базируюсь в Париже, работаю именно над Chrome, на iOS, и если кому интересно, можете заходить на мой LinkedIn, смотреть там ссылки есть на все эти проекты. Вот. И сейчас начнем сразу с подготовки к интервью. Так, как я обещала, будет девять типсов. Первый – это вопросы. Нужно задавать вопросы обязательно очень много. Ну, не обязательно очень много, они не должны быть какие-то глупые. Но лучше задать какой-нибудь вопрос, чем вообще не задавать, наверное, потому что, как минимум, вы можете clarify problem. Это... Ну, то есть вам дали задачу, и правильно понять задачу – это уже полурешения. Ну, так говорят. Я полностью согласна с этим. И иногда бывает так, что... Во-первых, это хорошо, потому что вы вслух произнесли, там, пока вы задали вопрос, вы уже примерно... Вы лучше понимаете вопрос. Это хорошо для вас. А также хорошо то, что вы задаете вопрос и уточняете, правильно ли вы поняли. Потому что бывали... У меня такого не было, но было у очень многих людей, когда они решали задачу. Интервью – это... А, давайте начнем с того, что... Да, я где-то... Я начну, наверное, с формата интервью. Техническое интервью обычно – это 45 минут. Иногда бывает... Обычно дают час, но это с учетом того, что у вас там будут вопросы и все такое. А так само интервью длится где-то 45 минут. Учитывая то, что еще первые 5 минут, там просто знакомство, у вас есть 40 минут. В разных компаниях это может варьироваться, но в зависимости от того, сколько вам времени дается и сложные задачи, тоже варьируется. Иногда бывает то, что вам дают очень легкую задачу и усложняют. Иногда бывает то, что вам дают очень... дают вам несколько легких задач. Это зависит от интервьюера, и обычные интервьюеры сами выбирают вопросы. Есть какой-то пул или вы можете сами свой вопрос как интервьюер подать. Поэтому это все зависит от того, какой интервьюер вам попадется. Нет такого правила, что вот такие задачи должны быть. Но да, в общем, общий формат это то, что вот вам дается 45 минут и дается задача, которую нужно решить. Сначала вы проговариваете, наверное, то, как вы будете решать, а потом уже пишите код. Пишите код либо на... Если это онлайн-интервью, онлайн-тег-интервью и онсайт-тег-интервью, ничем по формату не отличаются, кроме того, что вы онлайн на онлайн-интервью и на онсайт вы находитесь с человеком, в одной комнате. Ну, так было до карантина. Сейчас все онсайты-интервью тоже проходят в онлайне. Зачем я это поясняю? В общем, в онсайте раньше было так, что вы можете писать код либо на доске, либо же на... какого... плакноте. Это не плакнот, но это лично. Это зависит от компании тоже. В общем, вам нужно сутнуться с тем, что там не будет никаких вспомогателей. Об этом я расскажу попозже. Так вот, в вопросе нужно задавать, потому что бывали случаи, когда вы, когда интервью, интервью и... то есть человек, который проходит интервью, решала задачу, где-то полчаса тратил из 45 на решение одной задачи и в конце, почти в конце, получается, понимал то, что эту задачу поняли неправильно. Поэтому будет очень обидно осознавать такое. Будет очень обидно осознавать такое. Вот. Так, вопросы, насчёт вопросов. Да, если у вас хороший вопрос, то интервьюеры это запомнят, и это хороший point для вас. Так, второе, это думать вслух. На самом деле, это... Вот эту презентацию я сделала прямо сразу после того, как прошла интервью, потому что проходило последнее интервью, наверное, больше, чем два года назад, и каждый раз, когда я проходила или не проходила через интервью, я писала свои ошибки, и эта ошибка была почти всё время. То есть, во всех моих заваленных интервью я потом понимаю, что ошибка была именно в том, что я не умею вслух думать. И да, поэтому, наверное, она не зря стоит вторая, потому что это очень-очень важно. И самое важное, это тоже быть комфортным чувствовать комфорт в английском. Вы можете плохо там разговаривать на любом другом языке, но если вас, например, если вы разговариваете, если ваше интервью там на английском, вы должны очень хорошо разговаривать на английском. Если у вас интервью на русском, вы должны, соответственно, разговаривать хорошо на русском, чтобы выдавать свои мысли правильно. и это не такая вещь, которую вы хорошо там решаете задачи, пришли на интервью, начали вслух думать, и у вас всё получилось. Это так не работает, нужно очень много практиковаться, мне кажется. По крайней мере, у меня так не работало, и я проводила очень много мок-интервью, чтобы тренировать своё умение вслух думать, потому что, когда вслух вы говорите всё, что вы думаете, мысли теряются, если вы не привыкли к этому. Поэтому это очень важно, и каждый раз, когда я даже хорошо решала все задачи, я не проходила через интервью, и я не понимала, почему это происходит, потому что я думала, окей, я решила задачу, я правильно её поняла, я задавала вопросы, я написала код, он правильный, и что, что, почему, что не так. На самом деле, это они не смотрят на то, как вы можете правильно решить, вы можете даже не решить задачу, но если вы правильно думаете, если им понятно, как вы думаете, им это нравится, то, скорее всего, вы получите хороший фидбэк. Третье, это то, что, когда вам дают задачу какую-нибудь, вы поняли, и вы ужаснулись, и потому что вы не знаете абсолютно, как это решать, никогда не видели, или даже, когда вы когда-то там видели, пытайтесь, кстати, не вспоминать решение, потому что это очень сильно мешает, пытайтесь решить прямо с нуля во время интервью. И если вас сильно ужасает, ну, то есть вы не понимаете, как её решать, например, я не знаю, ну, оптимально в плане, то вы начинаете вот прям с дупого решения, брут-форса, там, или я не знаю, ну, в зависимости от того, какая у вас будет задача, постарайтесь её решить прямо вот, пока вы будете писать, думать, там, расписывать, объяснять, как вы решили бы, вот, просто вам, скорее всего, придёт мысль, придут мысли о том, как улучшить это решение. И, да, и даже если вы, опять же, не придёте, не выдадите хорошее, ну, это самое оптимальное решение, в любом случае, то, как вы будете оптимизировать, это будет очень хорошим плюсом прохождения интервью. И вот, ещё один совет, который, ну, не влиял на то, как я, как я лично прохожу интервью, наверное, не так сильно, но, очень многие люди валились просто потому, что там, им было, не потому, что они забыли, как это писать, потому что, если вы там напишите, я не знаю, вместо, там, append, я не знаю, или на каком языке вы там пишите, если вы там запутались, обычно пишите там, не знаю, на Python, на интервью вы решили там проходить на Java и вы не помните, вам ничего, ну, как бы, ничего страшного. Вам, конечно, это не хорошо, это вам не будет плюсом, но и не будет прям минусом, никто не будет говорить, ой, блин, она неправильно написала вот эту программу, вот эту функцию, или он, и, да, вас из-за этой причины не завалят, но вы сами себя завалите тем, что вы будете всё время думать, как это называлось, что, и вы должны быть максимально, максимально комфортны во время интервью, и к этому комфорту нужно приходить тоже, и поэтому заранее, задолго до подготовки к интервью, учитесь писать без ID. ID это, так, кто, если кто не знает, ID это, вот, не знаю, Eclipse, если там, или NetPins, или Xcode, те, в общем, примеры ID, я вам уже сказала, и там обычно у вас всегда очень много подсказок, правильно, и к этим подсказкам очень быстро привыкаешь, ну, да, они, вы можете их использовать, когда работаете, но когда проходите интервью, лучше показать то, что вы можете без этого, потому что, если вы пишете у доски, там никакого автозаполнительного не будет понятно, да, но это, как бы кажется, понятный типс, но тоже, я считаю, это такой топ-найн, он заходит. Следующее, это choose your strongest language, тоже, наверное, кажется, понятно, но, если не акцентировать на это внимание, то, то есть, например, если вы пишете и на Biden хорошо, и на Java хорошо, и на C++ хорошо, у вас в голове опять этот будет какой-то мусор, вы можете уметь писать, ну, то есть, я там умею тоже писать на, на Biden не так хорошо, но там на Java, на C++, но все задачи, которые к интервью я решала, готовилась, а я хотела полностью на C++, чтобы ну, чтобы вы были, чтобы у вас был один язык, на котором вы уверены, количество, если вы знаете два-три языка, это очень классно, но знать два-три языка и не знать один очень круто, то есть, не то, чтобы вот знать просто синтаксис, вы должны знать, сколько времени там имплементится вот это, там, когда вы используете там map, хешмап, вот эти все структуры данных, следующий тип, смотрите, очень важно знать, и очень важно знать именно как они, сколько это занимает по времени, потому что на интервью у вас скорее будут спрашивать, как оптимизировать ту или другую задачу, поэтому вы не можете оптимизировать, если вы не знаете, сколько, что именно оптимизировать, вот, и да, data structures и алгоритм, это тема, которую, темы, которые вы должны обязательно пройти, я, если кто не слышал по такие книги How Cracking Coding Interview, по-моему, Tech Interview, я уже забыла представлять, и в конце слайда будет, будут две книги, по которым нужно будет готовиться, я их упомяну, а вообще, да, есть одна книжка, которую, наверное, каждый прочёл, который готовился к интервью, и я очень рекомендую её хотя бы просмотреть один раз, вот, и H-Cases, H-Cases это наверное, каждый, кто проходил интервью, где-то забывал какие-то H-Cases, даже если вы знаете, то, что нужно затрагивать какие-то H-Cases, это, например, я не знаю, у вас есть строка, там, задача, да, и нужно там какую-нибудь подпоследовательность найти, в общем, не суть, важно то, что вы должны проверить, когда у вас там, не знаю, строка нулевой длины, либо же там максимальной длины, или когда они там состоят из одного чара, ну, предположим, это один плюс, задачи, и на каждую задачу есть свои H-Cases, и как бы, вы знаете, то, что правило такое, то, что вам нужно рассматривать H-Cases, но если вы во время подготовки не практикуете это, то во время интервью оно тоже заботится, потому что, да, вот, дело практики, и Big O-Notation, Big O-Notation, опять же, это очень важная тема, которую, да, которую обязательно нужно знать всем для прохождения интервью, наверное, во время работы это не так сильно используется, хотя зависит от работы, и на интервью вам нужно понимать то, что, например, вот этот алгоритм, он работает за O, T, там, линейно, или за N-квадрат, потому что, если вам говорят, окей, вам нужно улучшить решение, вы должны понимать то, что, окей, если у вас N-квадрат, вам нужно решение сделать так, чтобы оно занимало O от N-Log N или O от N, то есть, то есть, скорее всего, вы можете в интервью расспросить, какое, я не знаю, но я спрашивала, по крайней мере, и это очень сильно помогает думать, потому что думаешь, окей, если есть решение за O от N, значит, там уже там что-то какое-то линейное решение должно быть, если N-Log N, окей, вы знаете то, что Log N это какой-то там бим-поиск, и вы знаете то, что получается какая-то, ну, какая-то подсказка за счет того, что, да, и это еще нужно знать, то, да, поиск за O от N, или там какие-то другие алгоритмы работают за другие бим-поэннотейшены, да, поэтому обязательно пройдите эту тему, если вы не знаете. И самое важное, конечно, это практик, когда у меня не было времени на интервью, то есть я готовилась к интервью, когда я уже работала или училась, ну, то есть у всех очень мало времени, если, конечно, вы готовитесь там, я не знаю, за год вперед, это очень круто, у вас будет очень много времени прорешать задачи, сделать там все, что нужно для подготовки, прочесть все книги и все такое, но если у вас нету много времени, я вам советую обязательно обратить внимание на mock interviews, потому что mock interviews там, наверное, самый действенный способ готовиться к интервью, то есть когда вы хотите научиться кодить, нужно просто очень много кодить, правильно, когда вы хотите успешно пройти интервью, наверное, нужно проходить очень много интервью для этого, поэтому есть очень много сайтов, я проходила на prompt.com, вы заходите туда и, ну, то есть если у вас нету друзей, с кем вы могли бы проходить mock interview, mock interview, все же знают, что такое mock interview, и получается, если вы заходите на prompt.com, там можете отметить, какой язык, там, то, что вы там на SIPA спас, у вас интервью, или там Objective-C, whatever language, любое, там очень много, по-моему, на выбор языков, и примерно какие дни, которые, часы, как бы правильно, в которое время вам удобно, и все это отмечаете, и рандомно, я не знаю, рандомно, ну, вам осанется человек, который тоже хочет пройти интервью, тоже на этом же языке, и кому тоже удобно это же время, которое вы отметили, и там будет очень много, да, случайных рандомных людей, которые где-то хорошо проводят mock interview, где-то плохо, но это, конечно, лучше, чем ничего, если у вас нету друзей, если у вас есть друзья, которые тоже проходили интервью, или проходят интервью, попросите их провести вам mock interview на желательные задачи, там, которые они тоже видели на других интервью, я не знаю, ну, наверное, ну, это более, то есть, когда я подавала на последний раз, я знала где-то 4 или 5 человек, да, которые тоже проходили прям в этот же период, примерно плюс-минус месяц интервью, именно в Google, и я их просила не говорить мне, какие у меня были задачи, проводить мне мой интервью прямо на основе этих задач. Наверное, сливать задачи, которые вам давали, нельзя, друзья, но если это, не знаю, одному человеку, мне кажется, ну, я не знаю, насколько это плохо, но, да, если кто-то согласится на такое, то это очень круто. Мне кажется, если это ваши друзья, то обязательно согласятся, вот, и какие у тебя обязательно проходите МОК-интервью, если у вас есть друзья с друзьями, если нет, то на Pramp.com, ну, вообще очень много сайтов, просто Pramp.com это сайт, на котором я пробовала сама, и я знаю, как это работает, поэтому я советую его. и подводя итоги, нет, overview того, всего, что я сказала, что вам нужно сделать, это первое, задавать вопросы, кларифайнуть вашу проблему, и чтобы вы правильно поняли эту задачу, чтобы потом в конце было необидно, чтобы вы не то решили. Второе, это какие-то baby steps, если вы не узнаете решение, если вы не понимаете, как ее решать, начинайте с легкого, усложняйте, оптимизируйте, и не забывайте думать вслух. И третье, это code, не забывайте про то, что писать нужно учиться без ID, и четвертое, оптимизируйте, это я, ну, на втором тоже, второго тоже касается, ну, ой, второго пункта касается второго пункта, да, и не забывайте про edge cases, если вы даже edge cases, скажите в самом конце, когда вы уже там решили, поднаписали код, и потом вспомните то, что вы забыли там edge cases, обязательно их скажите хотя бы в конце, да, и возможно, если вы забыли про edge cases, вам интервьюер сам скажет, а что будет, если там то-то, поэтому постарайтесь перейти к интервьюеру и сказать это самому, потому что это очень важно, это наверное такое, ну, все, кто проходил интервью, по крайней мере, они, никто не забывал edge cases, и я думаю, это очень важно, и да, все эти советы я рассказывала с точки зрения человека, который тоже готовился, который спрашивал у людей, которые тоже готовились, но у меня нет никаких инсайт информации от тех людей, которые интервью проводят, поэтому да, just note, и sources, которые я вам обещала, первое, это Quacking Coding Interview, вот так, название книжки, которую я неправильно назвала, авторы Гея Уакман, мне кажется, вы можете найти ее прям лекции онлайн, ой, да, на ютубе или на хакеранке, на хакеранке есть еще задача, прям, которую я написала, упоминала в книжке, и можете там уже прям сдавать и проверять, но насколько я знаю, там не такие сильные тесты, потому что эти задачи, которые я встречала на хакеранке, я там встречала на, предположим, лид-коде, да, и если она на хакеранке проходила, то на лид-коде она могла не пройти, поэтому я думаю, на хакеранке не такие сильные тесты, но все равно попробуйте пройти там, потому что они все собраны в одном месте. Второе это introduction to algorithm, она очень большая, и это не обязательно, мне кажется, читать, если у вас мало времени, но просто если у вас есть время, посмотрите на эту книжку, но опять же, я бы приоритизировала первую книжку, а не вторую. Третье это лид-код, это сайт, на котором вы можете решать задачи, которые были или могли бы быть на интервью, там есть, они сортируются по тому, насколько они сложные, есть, вы, по-моему, можете даже купить какие-то пакеты задач, которые там готовят в Google или Amazon, там, по-моему, есть, ну, очень много компаний, я не покупала, но, да, ну, вам, мне кажется, хватит и бесплатных, вот этот бесплатный база данных задач, база задач, вот, единственное, что я бы не посоветовала бы начинать с лид-кода, если вы ходите не прям так хорошо, если вы не сильный кодер, и тем более в алгоритмах, то лид-код я бы оставила бы на попозже, вот прям, прям, когда вот интервью подходит, а так, учиться программировать, наверное, лучше с CodeForces или ТопКозер, тот же Хакеранг, тоже хороший, я также проходила, я решала задачи на acmp.ru, задачи на русском, acm.mip.ru, очень многие университеты, да, у них есть свои задачи, например, они плюс-минус одинаковые, их очень много, поэтому просто можете выбрать один сайт, CodeForces, там есть очень много разных, я почему отметила CodeForces, ТопКозер и Хакеранг, потому что на них проходят очень часто контесты, решать задачи, это классно для подготовки, но контесты, это вот прям, учат вас реально многому, потому что у вас мало времени, ограниченное количество времени, так же, как и в интервью, поэтому умение думать быстро и да, и все это прям делать реал-тайме намного интереснее и намного полезнее, считаю. Да, на CodeForces и ТопКозере у вас, по-моему, прям каждую неделю контесты, а на Хакеранге многие компании выпуск, ну вот, тут контест от букинга, после которого я поехала в букинг, за счет букинга, я считаю, это очень крутая возможность, я на этот контест попала через Хакеранг, и это у меня заняло буквально два часа, поэтому, поэтому мне кажется, за два часа написать контест и потом смочь полететь в Амстердам, просто так, это крутая возможность, поэтому ловите все возможности, которые даются онлайн, и почему я говорю то, что CodeForces и ТопКозер и Хакеранг это лучше, чем вообще любой такой сайт, где есть задачи, намного лучше, чем любой код, потому что лидкод, он выдает, он для подготовки к интервью, поэтому он не будет вам говорить, типа, wrong answer на седьмом тесте, да, он вам скажет, окей, у вас wrong answer на таком тесте, где у вас там 0,1,1, я не знаю, в смысле, он дает вам входные данные или там на таком-то примере, то есть он прям сразу выдает вам ошибку, и вы не думаете, в чем, почему ваше решение не работает, вы уже знаете, почему ваше решение не работает, при каком случае, что, то есть вам легче будет исправить ход, это намного быстрее, но CodeForce вам, скорее всего, скажет, окей, у вас там, не знаю, wrong answer на 41-м тесте и все, никакой информации, какой это тест, что, сколько там тестов, вам вообще не даете ничего, вам приходится думать, то есть если вы, я бы начала бы, то есть LeadCode не учит вас думать, он учит готовиться к интервью именно на задачах, которые очень похожи на те, что у вас будут на реальном интервью, что очень круто, но если вы плохо решаете задачи, то LeadCode не научит вас хорошо решать задачи, поэтому, да, все просто обычно рекомендуют просто так LeadCode, потому что это очень классно, но это классно для определенного уровня подготовки. Четвертое, у кого-то такое флоу, это там, где люди очень много обсуждают разные проблемы, либо же, то есть, мне кажется, если вы будете, у вас будут вопросы, вы можете легко найти там ответы, и уже обязательно кто-то уже задал вопросы, мне кажется, если вы программист, вы знаете эти сайты, поэтому я не буду на этом помнить и останавливаться. Пятое, это mockinterview на pram.com, да, про него я уже говорила, просто решила написать, чтобы эту презентацию я вам отправлю, и организаторы, то есть, отправлю организаторам, организаторы отправляют вам всем, поэтому, да, чтобы у вас у всех это все было. pram.com, это сайт, о котором я вам говорила до этого. И шестое, careers.google.com, how we hire slash interview, это ссылка на то, как вы поняли, то, как они hireт, и то, что многие люди сейчас рассказывают о том, как готовиться к интервью, что именно нужно читать, где, как, это все на самом деле дается многими компаниями. Google, прям у них есть одна страница, how we hire, и прям, как готовиться к интервью, теперь расписано прям все. Если у вас очень много времени, конечно, я советую сделать все, что они предлагают. А моя презентация, это для тех людей, у которых мало времени, я там советую нацелиться на MOOC-интервью, если у вас мало времени, не забывать вот эти, рассказывать о каких-то ошибках, которые я совершал или кто-то другой совершал. А так, в принципе, весь процесс, по которому вам нужно готовиться, он уже расписан, поэтому вот эта ссылка, если кому-то лень гоглиться, самому, самим. И седьмой пункт, example of coding interview, здесь ссылка на видео, где два инженера КУФА разбирают интервью, coding interview, примерно наглядно показывают, как это все должно выглядеть. И это все, и это видео на YouTube, в принципе, вы могли бы тоже, можете сами найти, если вы прогуглите, если нет, то здесь, в этой презентации, есть ссылка. Вот, мне кажется, на этом все. Если у вас есть какие-то вопросы, вы можете задавать их на LinkedIn, либо же на Instagram, я очень активна, поэтому я поставила свой Instagram тоже. А так, сейчас у нас, мне кажется, очень много вопросов, очень много осталось времени, поэтому можем задавать, можете задавать вопросы, сзори, я отвлеклась. Так, я вернусь, stop sharing, и давайте приступим к вопросам. Вы можете себя unmute, или желательно видео показать, ну, в смысле, включить камеру, потому что очень сложно выступать, когда не видишь, кому рассказываешь. Да, надеюсь, на ваше понимание. Так, вопросов ни у кого нету? Там в чате есть вопросики. Окей, можете прочитать. Арлизан спрашивает, я слышала, что некоторые компании включают тест на способности, вы не сталкивались с таким? Тест на какие-то способности? Да, я сталкивалась таким, но тест на способности это обычно такой easy-тест, он, его можно даже, они даже не проверяют, вы проходите его или не вы, это просто, когда очень много, большой поток, сейчас идет людей, которые подают во все компании, и они, ой, я вижу, прям.com, все, все, так вот, очень много людей сейчас подают на, абсолютно во все компании, потому что все сейчас советуют подавать везде, и, и да, и эти маленькие компании, обычно у них нету ресурсов, чтобы, я не знаю, фильтровать этих всех людей, у них нет очень много HR, 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 правильно, да, и, да, поэтому обычно это какой-нибудь просто тест, который, по-моему, его даже, ну, если вы завалите, вы можете еще раз пойти, еще раз, там нету какого-то ограничения, например, если вы проходите на онлайн, на, да, онлайн интервью, у вас, по-моему, какие-то уже есть ограничения, если вы проходите на онсайт, то у вас есть точно, то вы уже не можете подавать целый код еще раз, то есть, здесь уже люди, говорят, окей, мы тебя проверили, через год возвращайтесь, если у вас изменится, ну, то посмотрим на вас, а на онлайн интервью, ой, на вот эти тесты, они, в принципе, ну, как бы, их не стоит бояться, прошли, прошли, не прошли, еще раз пойдете, ну, как бы, вот, насколько я знаю, те, что я, по крайней мере, проходила. Расскажите, как у вас день проходит это self-engineer? Ну, раньше он, наверное, проходил намного интереснее, чем сейчас, потому что ремолит, да, сейчас я встаю, кофе, имейлы, работа, а, ну, на самом деле, я еще в самом начале, когда только просыпаюсь, я стараюсь первым делом запустить, синхронизировать код, получать, получается, свежий код, потому что это занимает время, у меня хром, я работаю над хромом, и он очень огроменный, и поэтому, пока это все собирается, билетит, я просто иду, завариваю кофе, что как раз это прекрасное совмещение, то есть, все равно пришлось бы ждать, если бы даже я не ходила по за кофе, вот, и вечером обязательно нужно закрывать комп, чтобы понять, что рабочий день закончился, я не знаю, как у вас с ремоутом, насколько вы приучились, я думаю, самое важное в работе дома это то, что вот вы закрываете комп и закончили работу, ничего интересного, да, потому что раньше, когда мы работали в офисе, было очень много плюшек, очень много всяких ревентов, токов, бесплатная еда, бесплатный массаж, джим, это все ты совмещаешь и не выходишь из офиса, это суперкруто, сейчас, к сожалению, это все, не знаю, надеюсь, вернется обратно, просто ожидание всего этого. Нужно ли знать французский, чтобы попадать в Google Париж? Чтобы попадать в Google Париж на software инженера, французский не нужно, если, конечно, вы попадаете там на какого-то customer инженера или, я не знаю, в sales или куда-нибудь в Shell в Париж, то вам нужно знать французский, но вообще, когда вы видите там google.com slash careers или jobs или jobs.google.com в общем, у любой компании есть страница careers или jobs у Google, если вы заходите, смотрите на какой-то позицион, они пишут, окей, нужен вот такой-то язык, насколько я знаю, для software инженеров ни для кого не нужно знать local language помимо Японии. если вы подаете в Японию, вам нужно знать немножко японский клон, а остальные офисы достаточно близко вам. Ну, конечно, если вы решили подать в Париж, вам все равно нужно будет знать немножко французский. На терке огромное спасибо за презентацию, как вы поняли, что хотите подавать именно на позицию software инженера. Кажется, что очень легко потеряться в обилии вакансии, особенно, когда ты новичок и только начинаешь разбираться в возможных направлениях. Ребята, кстати, вы можете сами вживую задавать, насколько это возможно, вживую задавать эти вопросы. Вот. Возвращаясь к вопросу, я подала на software инженера, ну, как я рассказывала, я занимаюсь олимпиадами по программированию еще со школой, и когда я заканчивала школу, у меня не было вопроса, куда подавать на инженера или на экономиста. Я знала, что я пойду на computer science, потому что это все, что я умела и все, что мне нравилось. Я пошла на computer science, и когда я училась на computer science, в основном твоя позиция это software engineer, потому что software engineer это не именно software engineer, software engineer это уже обширно. То есть, моя позиция software engineer, но я работаю над iOS, а могла бы работать над чем-то другим. Поэтому, мне кажется, software engineer это еще непонятно, чем конкретно вы будете работать. А так, да, я согласна, очень много вакансий, очень много всяких вот этих квантов или все вот эти frontend, backend, fullstack, iOS, это все относится к собственному инженеру, поэтому вы не думаете, что это очень сильно отличается. Если вы умеете программировать, скорее всего, справитесь с любой работой, где нужно будет программировать. А если вам, конечно, нравится, я не знаю, больше работа с дизайном, то вы больше смотрите всякие UX дизайнер или там UX ресерчер, то есть, очень похожие позиции. Я не знаю, я ответила на ваши вопросы? Я говорю, говорю, но мне кажется, опять, I want to clarify the question. Когда вам задают вопрос, вы должны понять сначала вопрос, потом отвечать. Я не могу понять, кто спрашивает, и я никого не слышу, никто не включает ни свои камеры, ни свои микрофоны. Я понимаю, сегодня суббота утро, но да, еще раз попрошу включить, кто может. Так, на каком языке вы сейчас программируете? Я программирую на Objective-C и C++ и те моменты, где вам нужно писать на Objective-C и C++, это превращается в Objective-C++, который никто, наверное, в мире не использует, кроме разработчиков Chrome и iOS. Да, поэтому для меня это было что-то... Знаете, когда вы приходите в Google и понимаете, что вы не можете гуглить, если у вас что-то не получается, поэтому... Да. Все стесняшки. Я заметила, что все стесняшки, но я не знаю. Окей. Fine. Какой у вас был опыт работы до Google? Я в Google пришла как в Ньюград софер-инженер. В Ньюград это то есть ты приходишь после того, как закончил университет и... Да, и они не ожидают от тебя какого-то опыта работы. Поэтому... А, кстати, я думаю, что если вы подаете на какие-то большие компании, вам будет намного легче пройти туда без опыта работы, потому что, например, в Google попасть через 2-3 года какой-то работы будет сложнее, потому что они будут ожидать от вас какие-то... какой-то рост. Например, если вы проработали 5 лет, они будут ждать то, что окей, этот чувак будет там за 5 лет только на столько-то. И вам будет немного сложнее. Хотя вы можете там, не знаю, проработать 10 лет и подать место там, не знаю, Синера на Митл, и, наверное, вам никто ничего не скажет, конечно, но все равно мне кажется, легче подавать на Ньюград позицию на большей компании. Вот. Какой у вас был опыт? Я бы ответила. Думаю, да, ответили. Спасибо. Все стеснежки на какие soft skills смотрят. Soft skills? Я не знаю, ну, мне кажется, у вас здесь, по-моему, рассказывают, вам рассказывали, я не помню, кто именно, но у вас должны были быть какие-то мастер-классы по soft skills именно и после тоже будут вам, где расскажут более, наверное, более детально, но единственные soft skills, которые мне понадобились для tech-интервью, это умение просто выговаривать вслух свои идеи. И, да, и, например, сейчас из-за того, что я давно не говорила на такие темы на русском, мне сложно сейчас выдавать свои мысли на русском, я сижу и перевожу свои мысли. И если чем, то есть это требует практики. И если вы будете часто разговаривать на русском, потом, когда вам нужно будет интервью проходить на английском, опять же, вам будет очень сложно. И это единственные soft skills, которые, наверное, ну, как бы, если вы будете неуверенны что-то говорить или хотели сделать ошибки, инженер, конечно, на это не посмотрят. Это будет нормально. Просто это будет мешать только вам. У вас было поведенческое интервью? Какие вопросы вам задавали? Окей. У меня не было такого интервью, его не было, когда я подавала. Его ввели прям, по-моему, когда я только пришла на работу. Но как бы от него не так очень много зависит, если вы завалите. Ну, знаете, завалить вот это behavioral questions очень сложно. То есть вам нужно показать, что вы неадекватный человек, что вы грубите другим, что вы не захотите работать в команде, что вы вообще невежливые. То есть если вы что-то такое покажете, конечно, вы завалите этот behavioral questions. если вам спросите о, как у вас дела, вообще пуфик, как у меня дела, давайте там. То есть если вы вот так будете общаться, мне кажется, только тогда можно завалить. Самая важная часть это тег интервью. Насколько вы умеете реально делать работу, делать, кодить. Расскажите про свой путь после технического интервью, когда с вами связывались подготовка и вид. Окей, после технического интервью, после технического интервью, по-моему, он пришел, вообще, на самом деле, после технического интервью ваш пакет отправляется на хайринг комитет, и вот этот хайринг комитет, он смотрит, брать этого человека или нет. Это для Нью-Града. И если вас хотят взять на работу, то вы потом ищите команду, которая захочет вас лично взять. Если такой команды не найдется, то мне получайте этот другой процесс. У меня было так, что мой HR сначала мне нашла команду сразу, хотя процесс не такой идет, но мне кажется, раз она так сделала, значит, так можно. Получается, я прошла интервью тех-интервью, и после него вместо того, чтобы сразу мои документы отправили на hiring committee, меня отправили на то, чтобы искать команду. И так как я нашла команду после этого, и был менеджер, который был согласен меня взять, потом после этого мои документы отправили на hiring committee, комитет, который набирает людей, они увидели мои результаты интервью, увидели то, что есть менеджер в Google, который хочет меня взять на свою команду, и поэтому мне кажется, у меня было больше шансов пройти. Но это не... Я не знаю людей, у кого был такой же процесс, мне кажется... Да, я, наверное, поэтому была более уверена, что я пройду, потому что уже был менеджер, который сказал да, но не было еще ответа от hiring committee. После того, как hiring committee говорит да или нет, через неделю вам отправляют вам отправляют job offer. А между тем, как hiring committee прямо на моем кейсе... Я где-то ждала три недели, мне кажется, ответа, но мне сказали, что обычно так не происходит так долго, и HR меня успевала тем, что просто у них не все время откладывались какие-то праздники или что, у них откладывалась вот эта встреча. И потом получается после интервью где-то через неделю я начала искать команду. Я искала команду где-то недели две, потому что у меня было интервью с тремя командами, причем это не так, чтобы они не хотели брать, я не хотела работать над чем-то, хотя я еще не знала, меня возьмут или нет. Но вы можете так делать, потому что внутри команды внутри компании именно в этом локейшне можно менять команды, но внутри уже команды, то есть локейшн менять намного сложнее. И команды, которые у меня предлагались были в Мюнхене и в Лондоне, и я не хотела туда. Вот. Две недели у меня это заняло, пока я интервьюировалась с менеджерами, и потом так, потом я недели триждова hiring comedy и неделю я ждала job offer, и после этого я еще месяца два или три даже, я не помню, ждала визу. Вот. Поэтому это был очень долгий процесс. Сколько времени заняло с момента подачи до оффера? С момента подачи было... Так, ну, я лично, кстати, не подавала, и меня заревелили мои друзья просто сами. И я не подавала... И там есть у вас 30 дней, чтобы ответить на реферал. Я ответила, наверное, просто на 30-й день, на последний. Но, да, вы можете так натянуть, вы можете сразу ответить, сразу на первый же день. Мне сразу же потом где-то на той же или на следующей сразу неделе позвонили, позвонила чат, спросила всё, когда мне удобно пройти интервью. И я назначила интервью через три недели. Но можно назначить интервью сразу, на следующей неделе, на той же максимум три недели даётся. И я взяла этот максимум, потому что я вообще была не готова к тому моменту. В том моменте я уже давно не ходила, и я попросила вот максимум. Это три недели обычно. И через три недели я ещё забыла то, что у меня И мой HR написал, типа, вот на зерке завтра у тебя интервью, удачи. А, просто удачи на завтрашнем интервью. Я вспомнила, что я на следующем интервью, я не готовилась. И я как раз тогда приехала в Казахстан. Ой, в Казахстан, говорю. Я приехала домой, чтобы обследоваться, потому что я собиралась улетать в Штаты. И я ей таки написала, что я обследуюсь, мне немного неудобно. И они, не знаю, идут навстречу прям до конца. Я такие, да, конечно, когда вам удобно. Я, получается, улетела уже в Штаты. Через неделю, две или три я вспомнила, что я не ответила на этот имейл. Ответила на этот имейл. Мне уже было неудобно откладывать. И я сказала, да, я согласна. Вот на этой неделе хоть когда сейчас. И они поставили мне на обед на той же неделе. Это было по казахстанскому времени. И я уже не стала ничего говорить. А я была в Калифорнии. И я проходила интервью ночью. И ночью, да, прошло интервью. Мне через неделю сказали, да, нет. Сказали, да, давайте вы проходите в Париж на онсайт-интервью. А я была, опять же, в Калифорнии. И я не могла прилететь, чтобы сделать визу в Париж. И я прям тянула свой онсайт-интервью. Поэтому у меня заняло это очень долго. Но это вообще не по вине Гугла. И это не по вине каких-то административных работ. Это, да. В общем, вы можете подать сразу на той же неделе. Через неделю после онлайн-интервью вам дают ответ. И потом занимает виза, например, где-то, я не знаю, месяц, да? Например, недели 4-5 занимает делать визу в Европу. Ну, я не знаю, у каждого, зависит от вашего паспорта. Или, может быть, у вас уже есть виза, тогда вы можете сразу полететь. И все. И после этого вам отвечают где-то через неделю HR. Максимум через три. И после этого, зависит от того, как вы найдете команду. И вот тот, опять, процесс, который я уже говорила. Вот. Как долго вы решали задачи на SMP, когда вы пришли на другой зад? Я решала эти задачи не для подготовки к интервью. То есть я решала... Когда я начала решать задачи на SMP или вот эти все олимпиарные задачи, я понятия не имела тогда, что вообще возможно работать в Google. Блин, у меня такой мысли даже не было, что вот я начну решать задачи, а потом подам в Google. Поэтому я решала там вот 9, 10, 11 класс. Потом в университете я еще решала, но вот на CodeForce в основном. И где-то на втором курсе я узнала... Ну, не то что... До этого никто не проходил на internships. И, наверное, вот когда я в 2016 году были первые люди, которые начали вот с Казахстана летать на internships. Поэтому я тоже к этому прямо специально не готовилась. Это просто то, что я решала, потому что мне было интересно. Поэтому если вопрос в том, чтобы сколько времени нужно решать задачи на SMP, я не знаю, сколько минимум. Наверное, год. Года хватит, может быть, даже полгода. Зависит от того, не сколько времени, не как долго, а сколько задач вы решили. Если вы решили, там, я не знаю, задачи, там, 200, начиная с самых легких, да, там, middle сложности, то, конечно, вы можете проходить прямо на подготовке контроля, мне кажется. Или не 200, 300. Я не знаю. Я давно не решала задачи на SMP, мне кажется, там, да, и я начинала там решать задачи, когда я была вот, когда я только начинала учить SIPLOS FAST. А SIPLOS FAST я учила сама по книжке одна. У меня была такая книжка большая, прям бумажная. И я по первой странице писала код сама, и мне было очень круто, мне было очень интересно. Когда я, когда ты просто вводишь какие-то строчки кода, которые написаны в книжке, и он выдает прям то, что ты, то, что книжка говорит, то, что, окей, если ты сейчас напишешь print hello world, у тебя выйдет hello world. И когда это выходило, у меня была такая, не знаю, радость, и я просто на этом энтузиазме начала решать задачи на SMP. Возможно ли получить приглашение в интервью без рекомендаций? Да, да, абсолютно можно, но сложно. В плане, зачем, ну, то есть, если у вас нету человека, который вас зареферит, то, конечно, вы пробуйте подать без реферала. Просто если вы подаете без реферала, вам могут ответить, могут не ответить, потому что очень много людей, кто подает. А если у вас есть реферал, то вы подаете, и это вообще не дает никакой гарантии, скажут вам да или нет, пригласят ли вас на онлайн-интервью или что. Но это даст гарантию тому, что ваше CV обязательно просмотрит. То есть, просто кто-то рекомендует, вы подаете свое CV, и обязательно HR посмотрит ваше резюме. Если просто вы сами подаете, не факт, что ваше резюме где-то не пропадет среди других резюме. Примерно, когда откроют Нью-Град позиции? Мне кажется, Нью-Град позиции все время открыты. Единственное, да, то есть, когда там нету такого, что, окей, сейчас Нью-Грады выходят, и мы начнем их хайрить. Мне кажется, на Нью-Град позиции можно попадать в любой момент, потому что, если, например, вы закончили университет, не знаю, в феврале, а подаете там в мае, вы еще еще можете, ну, ладно, может не в мае, хотя нет, да, если вы подаете в мае, а закончили в феврале, вы еще можете подать на Нью-Град позиции, потому что вы только закончили, у вас еще нет в любом случае никакого опыта за два-три-четыре месяца, даже за полгода, мне кажется, очень незначительный опыт появляется, поэтому вы можете подать прямо на Нью-Град позиции. Вот, расскажи, пожалуйста, что бы ты посоветовала там девушкам с буткэмпа, кто делает первые шаги в IT, как морально справиться с сомнением, трудностями, моментами, когда хочется все бросить, как реагировать ситуацию, когда есть женщина в своем местном храме? Ну, я начинала свои первые шаги среди только ребят, парней, поэтому я знаю, каково это быть немотивированным просто потому, что ты девушка, и, ну, в этом как бы... Просто, мне кажется, я начинала свои первые шаги, когда от меня никто ничего не ожидал, потому что я была девушкой. И это как бы не так плохо на самом деле, потому что ничто на тебя не давит, ты просто... никто от тебя ничего не ожидает, ты просто идешь на Олимпиаду и берешь места. Но когда ты берешь места, они говорят, «Боже мой, я в рейтинге ниже, чем на сёках». И ты думаешь, «Чувак, ты ниже, чем еще другие десять человек». Причем тут я. Ну, да, и... Но такие вещи вас не должны абсолютно задевать. Наоборот, наверное, воспринимать это как комплимент, потому что если все время обижаться на такие вещи, ну, такого вы, наверное, будете слышать много, а может, нет, потому что сейчас многие люди... Многие, наоборот, мне кажется, «велкоминг» девушек войти. Я не знаю, как морально справиться с сомнениями. Сомнения — это не от того, наверное... Я не знаю, я не считаю то, что у вас должны быть сомнения от того, что вам кто-то говорит, «Женщина, твоё место на кухне». То есть сомнения, они появляются, и они в зависимости от того, кто вам что говорит. Это всё у вас внутри. И я не знаю, я иногда... Если вас это успокоит, я вам скажу, я иногда думаю, что программирование не моё. И мне мама говорит, «И что, ты пришла в Google, чтобы понять, что программирование — это не твоё?» И как бы это у всех такое случается, поэтому не переживайте. Бывают такие моменты, когда кажется, что всё, ничего не получается. Ну, мы все бываете так немного. И, не знаю, попробуйте вернуться свежей головой, более мотивированные. Понимайте то, что когда что-то не получается, это нормальный процесс. Зато вы будете дважды радоваться, когда вы найдёте свой маленький баг. Главное, что... Знаете, я понимаю то, что мне нравится программирование не от того, что оно у меня хорошо получается, а от того, что я трачу очень много времени. И не замечаю этого. То есть, если я буду учить экономику, я через час устану, и я пойму, что я час потратила. А если я работаю над программированием, то есть я что-то программирую, я могу провести там 8 часов. И даже если у меня ничего не получится, я не замечу, как время пролетает. Поэтому я думаю, что это моё. Вот так вот я определяю. Я не знаю, может, у кого-то другие. Есть определения, но у меня вот такие. Так. Вот вы говорите, на Нью-Град берут без опыта. А если, например, я окончила универ и поработала два года вообще в другой сфере, потом захотелось подать нам позицию свой, меня бы рассмотрят как в Нью-Град или человек без опыта в сфере идти? Если вы закончили университет не сейчас, то вас не рассмотрят как Нью-Град, но вы можете подать как джуниор. По идее, да, то есть как бы Нью-Град – это просто такой джуниор, прям на начальном. То есть есть джуниор, миддл, там, синьор, став, ну, и ещё выше, но неважно, остановимся на синьоре. И джуниор – это вот, это как банки, да, вот. Они где-то заполненные, и когда заполняется эта банка джуниор, открывается новая, которая называется миддл, и она также заполняется, и тогда вы открываете новую банку, которая синьор, да. И кто-то на середине этой банки джуниора, а кто-то в пустой банке, с пустой банки джуниора начинает, а кто-то почти заполненные банки начинает. И они все джуниоры, у всех разные левелы, я к тому, что вы можете подать на джуниор, но не быть в Нью-Град. Просто Нью-Град – это джуниор, который вот тут на дне, просто с пустой бутылки, которая начинает. Вот. А так, если у вас два года, работает два года, да, то… А, в другой сфере, тогда я не знаю. Ну, вообще, если у вас какой-то есть опыт, то вы, получается, можете подать все еще на джуниор, но какой-нибудь, не знаю, в середине джуниора, да, или еще. То есть они вообще вам не скажут, что вот это середина джуниора, просто у вас зарплата тоже, по-моему, влияет. Ну, она… Вам делают какой-то калибрейшн и дают какой-то определенный уровень, даже на три уровня. А в другой сфере, если вы работали, то, не знаю, я бы, если бы вы хотели бы работать, подать прям как в Ньюград, я бы подала бы, наверное, на мастерс и подала бы снова после магистратуры как в Ньюград. И это должно засчитаться как в Ньюград. Вот. Я как-то стала разговаривать, и никто не разговаривает в ответ. Как-то такое странное ощущение. Ощущение, будто я говорю сама с собой, просто с пустым экраном. Никто не откликнулся на мои просьбы включить камеры или… Ладно, вы участвовали в CodeJam.io. Какие ресурсы помогут получить хорошее место в рейтинге? Видела там очень сложные задачи. Я не участвовала в CodeJam. Ну, вообще, очень много, очень много всяких и CodeJam'ов, и… CodeJam, кстати, он котируется в очень многих компаниях. Ой, да, для очень многих компаний. Несмотря на то, что это Кукуска. Да, поэтому я советую подавать… Ну, участвую в таких… Я не знаю, если, например, просто вы подавляетесь на ML, и там у вас есть… У вас есть аккаунт, есть свой рейтинг на Кабли, то это явно вам поможет, мне кажется. По крайней мере, это поможет обратить на себя внимание. Какие ресурсы помогут получить хорошее место в рейтинге? Ну, получается, вот эти все… Зависит от того, если вы хотите, например, решать задачи по программированию олимпиадной, то вы заходите на сайт, где проходит очень много контестов, и есть очень много задач именно по программированию именно этого типа. Мы тут внимательно вас слушаем. Да, но я-то не вижу. Так, мне сказали… Все девушки 18 лет плюс, окей. Так, я-то ее закрываю в чат. Шикольно бы пойти в Google Meet, он немного по-другому будет, если мне кажется. Да, ну, в смысле, не внутренний. Ой, я могу посмотреть всех участников. Есть вопросы? Так, я полагаю, нет никаких вопросов больше. И если нет вопросов, если нечего сказать организаторам, то тогда всем хорошей субботы. Надеюсь, кому-то это было полезно или будет полезно, если вы только начинаете свой опыт, свой путь в сфере IT. Наверное, это именно презентация. Немного рановато для вас прозвучало, но чем раньше все эти ошибки знать, тем узнавать, тем узнавать… Блин, что с моим мозгом с утра? Тем, наверное, лучше. Вот. Тогда всем хорошей субботы. Хорошего. На зерке. Спасибо большое. Я там последний вопрос задала. Могут ли девушки… Ну, вот ты сама подметила, они сейчас только начинают, потом будут уже с этим сталкиваться многие. Ну, кто-то уже сейчас ходит, кто-то позже. Я добавила тебя и еще сегодня… Альгерим, еще один сегодняшний спикер. А в чат могут ли девушки потом оставаться на связи, там задавать вопросы, если у них будет по техническим интервью. Вот. Тебе. Да, конечно же. Будет ли вам надо задавать вопросы, но сейчас никто не хочет задавать вопросы. Если у вас они появятся позже, то, конечно, давайте. Спасибо тебе большое за классные советы, за воркшоп, за твое время. Вот. И действительно, чем раньше, тем лучше все эти вещи узнать. Так что, я думаю, очень полезно. Сразу фокус. Спасибо большое вам. Спасибо тебе. Классных выходных. И вам давай. Спасибо. Продолжение следует...